Всем здарова дорогие друзья, на связи как всегда я Мирон и сегодня мы будем играть на проекте под названием Black Russia. Мы начинаем путь до топ 1 7 дорогие друзья и это наш первый день. Пока что в рейтинге мы находимся на 15 месте, но я думаю это на самом деле не так уж и страшно, потому что это конец сезона, мы еще ничего не делали, ребятки немножко поездили и того у нас 1700 репутации. Ну а также дорогие друзья, предыдущий победитель будет объявлен в моем телеграм канале, ссылочка будет в описании, переходите, смотрите кто выиграл. Ну а в этом ролике я делаю для вас точно такой же розыгрыш и для участия вам нужно подписаться на меня, поставить свой косик и написать свой комментарий. Короче все максимально просто, поэтому ребятки участвуйте. А также дорогие друзья, если что я играю на сервере Калининград, если вы хотите играть вместе со мной, то ссылочка на игру будет также в описании. Переходите, заходите на этот сервер, вводите мой топовый промокод хэштег Мирон, который даст вам классные бонусы. Также дорогие друзья, я купил вот такой вот дом уже в Карелле, как многие знают, предыдущий дом у меня слетел, потому что я ушел немножечко в АФК. И вот ребята, Сергей Миронов, я здесь владелец, я уже улучшил полностью этот дом. К сожалению я не нашел фрапса, где я покупал этот дом, но купил я его за целых 18 миллионов рублей. Ну а также я купил гараж Бусаева, он находится вот здесь, и короче ребят, я его купил для простой задачи. В заводы Бусаева удобно релогаться здесь и ехать сразу же на завод Бусаева. Купил я его за 3 миллиона и пришлось еще купить улучшение гаража за целых 5 лямчиков. Короче, вот так вот у нас тоже получается. Также, как многие знают, я выбил топовые номера на стримах, и вот я хочу поставить теперь нормальные номера на свой автопарк. Мы прям в ГИБДД крутили, и я парочку даже очень хороших да и выбил. Мы сейчас доедем до тачки, где у меня собственно склад всех этих номеров, и уже поставим сюда реально топовые номера. Кстати, зацените Бэху, ё-май, вот это зверюга нафиг. Но у нас мало бензина осталось, поэтому я думаю сейчас быстренько заедем, зальем сюда бензинчику, залетаем на заправку, и давай, бац. Так, сюда нужен 98-й, на фулл заправляем, отлично, заправка не пустая, удивительно. И вот тут вот уже стоит моя Семерина сбоку. Я, какая приура, я-то у все, ребята. Не, ну нормальная, нормальная, выглядит прям вообще пушка-гонка. Так, теперь загружаем здесь мою Семерину. Она прям вот тут где-то стоит. Да, прикинь, смотри, как рядом с Приорой выглядит, вообще балдеж, скажи. Смотри, у меня на Семерине какие номера стоят, и я вот как раз хочу с них и снять эти номера. И заодно покажу вам багажник, какие номера там лежат. Это все, что я выбил, и выглядят они, в принципе, очень даже добротно. Посмотрите, какое количество. Они все полублат, тут нет супер-пупер какого-то блата, но они все очень красиво выглядят. Так, сейчас я, получается, доеду до дома, выгружу бэху, заберу себе, поставлю на нее номера, и уже посмотрим, как она будет выглядеть. Загружаем нашу М5 F90, и вот она стоит. Короче, теперь нам нужно быстренько снять с нее номера, и поставить вот эти новые, и посмотрим, как это все дело будет выглядеть. Заходим в инвентарь, и здесь вот они лежат. Блин, нормально. Выглядят прям вообще супер. Я не знаю, они идут на эту тачку. У меня были еще номера М-ка, но там некрасивые числа были, поэтому я решил поставить именно эти номера. Вот. В последующем буду обновлять автопарк и улучшать, который уже есть, потому что, ребята, с автопарком все плоховато на данный момент. Год назад это, может быть, и было топово, но сейчас уже, к сожалению, нет. Далее, ребят, я решил добавить новую тачку в FAMU. Это у нас будет вот такая вот BMW M5 F10. Я давным-давно ее хотел добавить, но все не решался. Но изначально нужно ее немножечко нам прокачать, поэтому мы сейчас поедем и прокачаем эту малютку. Вот мы приехали в стайлинг-центр. Я надеюсь, тут не сильно будут огромные цены, потому что, как вы могли заметить, у меня не такие уж огромные деньги. Поэтому хочется как-то чуть-чуть подсэкономить. Так, я ставлю вот этот цвет, как у всех моих фамных тачек. Следующее. Сразу же обязательно мы делаем тонировочку, но, как многие знают, тонировочку в 0 я не особо люблю. Типа на лобовуху я ставлю 10. Я считаю, что в 2024 это уже не колхоз и выглядит довольно-таки симпатично. Поэтому делаю вот так и сзади делаю в 0. Ну, сзади, понятное дело, в 0 это даже не обсуждается. Покупаем и идем дальше. Свет фар на всех тачках у меня будет розовый. И здесь выбираем вот такой вот розовый. Выбрать, купить, купить. Все. Найс. Выезжаем и смотрим на лайбу. Воу. Ну, слушайте. Ну, слушайте, прям преобразилось. Я не знаю почему, но красный с розовым очень сильно сочетаются. Это мне сказали еще год назад, когда у меня был предыдущий путь до топ-1 семьи. Я, конечно, ни на что не намекаю, но вот эта Семерина просто обогнала меня как стоячего. Ладно, сейчас я его обогнал. Я не знаю, почему он там так люто разогнался. Но вы бы только видели, как он меня обогнал. Это высшая жесть. Вот мы уже у технического центра. И давайте ее затюним. Короче, тюнинг. Посмотрим, сколько стоит. А, так у меня уже тут стоит спорт. Я даже забыл, что я ее уже прокачивал. Но, видимо, по каким-то причинам я тогда не доехал до Южного и ее не прокачал. Короче, зря я сюда приехал. Ну, а на эту бэху давайте повесим вот эти вот номера. АМР 017. Очень классно выглядит. Мне кажется, этой бэхе очень даже подойдут. И сюда ставим АМРки вот такие вот. Блин, ну все. Смотрится прям хорошо. Смотрится прям отлично, я бы даже сказал. Кайф. Так, в общем, я подъехал. Теперь нам нужно запарковать нашу легенду. Поставлю ее вот здесь. Я думаю, здесь нормально встанет. Я, правда, не помню, как у меня здесь расставлен весь автопарк. Но, думаю, ладно. Пока накидаем как есть. Потом как-нибудь постараюсь красиво раскидать. Добавить авто в семью. Добавить. Бац. Еще места в Фоме есть. Отлично. Могу еще, думаю, пару тачек добавить. У меня есть еще пару классных тачек. Я думаю, печенькам будет классно на них покататься. Ребятки, нифига себе, что я нашел у себя в личном автопарке. А номера-то посмотри. А что с номерами? Откуда у меня такие номера? Я даже не помню, откуда они у меня и за сколько я их купил. Но номера просто огонь. Номера прям реальный огонь. Мы просто сейчас едем и так же паркуем тачку. Я не понимаю, искренне не понимаю, почему я ее раньше не заспавнил у своего дома. Хотя она уже фулл прокачана. Видимо, опять руки как-то не дошли и я про нее забыл. Ну, тачка, блин, матизик просто огонь. Она у меня прокачана, она у меня на спортплюсе. Имба, ребята, просто имбулька. В общем, я не знаю, куда его поставить. Поставлю я его вот, короче, вот к этому сарайчику. Добавить авто в семью. Да, слоты еще есть. Я не помню искренне, сколько у меня слотов. Но уже у меня прям очень много. Очень много тачек. Заходим опять же в FM. Нахожу матиз. И ставлю его так же на второй ранг для печенек, чтобы катались и просто кайфовали. Основной автопарк уже прям реально огромный получается. И это нормально. Топ-1 семьи будет наш. Блин, я у себя нашел еще вот такую тачку. Но думаю, блин, она не для Фомы. Я думаю, она хотя бы с нормальным кузовом. Но нет, к сожалению, нет. Хотя едет она вроде плюс-минус нормально. Не, не буду ее добавлять. У меня еще есть тачки, которые я могу добавить. Еще у меня есть вот такая вот Феррари. Но я тоже думаю, не буду ее добавлять. Она двухместная. Она выглядит классно. Но пусть лучше уж остается в личном автопарке. Ну, честно говоря, я забираю свои слова обратно. И Феррари Энза я уже добавлю Фому. Потому что, блин, эта тачка просто огонь. За свои бабки, которые она стоит, на данный момент это вообще копейки, по факту говоря. Жесть, она просто летает. Я бы даже сказал, очень легко, ну, как бы, очень легко управляется. Я хотел только что сказать. Но, в целом, тачка реально огонь. И закину ее в Фомку. Пусть лежит. Не буду продавать. Не хочу ее продавать. Она мне нравится. Пусть остается. Кстати говоря, у меня уже на ней стоит спорт плюс. Это не может не радовать. Нам нужно поехать и закинуть только тонировочку. Винил я 100% менять не буду. Хотя, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, как там меняется цвет. Если полностью, то не буду. Бац. Подъезжаем. И, летс го. Так, посмотрим кузов. Как он накрашивается изначально. Готовые цвета. Выбираю красный. Ой-ой-ой. Ё-моё. Как это классно выглядит. Подожди. В красном. Ё-моё. Все, я покупаю. Я покупаю. Очень классно выглядит. Я даже не ожидал. Цвет дисков. Поставлю черные. Вау-я. Че творится. Ребята, я не ожидал. Я не ожидал. Я думал, она просто фул красный станет. Ё-моё. Вот так вот сделаю на... Давайте. 8% оставим. Тренировка задних стекол. И задние сделаю фул. Вот так. Хотя, можно было бы оставить. Там видно движок. Очень красивый. Ну, ладно. Ой-ой-ой, ребята. Ё-моё. Слушайте, это, походу, мой фаворит. Это, походу, мой фаворит. Ну, и свет обязательно поставим. Цвет фар. И здесь поставим вот такой вот розовый. Как на всех моих тачках. Покупаем и выезжаем. Ё-оу. Ё-оу. Просто офигеть. Ну, все. Я теперь еду ставить на нее обязательно номера. И паркую у дома. Блин. Вот я смотрю на номера. И я даже не знаю, какие выбрать. Вот какие бы подошли идеально новой нашей тачке Энза. Блин, ЕКХ есть, но 0,57. Не сильно уж такие блатой. Вот 135. А-а-а. Прикольно бы подошли. Блин, вообще не знаю. Такие полублатные мира не хочется. Я хочу прям жесткие какие-то поставить. Мира. Они прикольно смотрятся. Боже, что тут происходит? Спавню свою красотку. Да что тут происходит? Я просто не понимаю. Боже. Короче, ладно. Я отъеду. Пожалуй, вот сюда. Я надеюсь, тут-то меня хотя бы, ну, не собьют. Мира. И уезжаем отсюда. Вот так. Бац. А ну-ка. А ну-ка. Просто посмотрим. Слушайте, ну смотрится прям топово. Смотрится прям вообще. Ну-ка, спереди. А, спереди у нас нет номеров. Так. Подъезжаем. И давайте заспавним. Я не знаю где. Я ее хочу прям на каком-нибудь видном месте заспавнить. Давайте прям вот тут. Вот так вот у обочины ее заспавню. Вот. Блин. Какая же она красотка. Я просто не могу. Ну и, естественно, добавляем эту тачку к нам в семью. Я надеюсь, там место еще осталось. И. Бац, пожалуйста. Да-да-да-да. Ребята, место в Фоме еще есть. Заходим. И давайте сделаю ее уже для третьих рангов. Пусть катаются. Мне вообще не жалко. А самое главное, ребят, если вы вступили в семью, заправляйте машины и чините их. Чтобы не было какого-то беспредела. Ребятки, всем огромнейшее спасибо за ваш просмотр. Мне очень приятно, что вы досмотрели этот ролик до самого конца. Если вы ждете вторую часть, давайте попробуем собрать здесь 500 лайков. И сразу же выходит следующая часть.